Аааа, даже так! Мы встали на тропу войны! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Гриша, у меня плохие новости! Приветствую тебя, мой друг! Ты на канале Генераля! Меня зовут Виталя! Это Help Will Come Tomorrow, естественно! Что переводится как помощь прибудет завтра Что ж, мой друг, давай уже достанем топор войны И пойдем накостыляем Ренегатом несчастным паршивым заберем, спасем нашу Машеньку Прошлой серии у нас не получилось Мы подпринимали попытку ее выкрасть Может быть в этот раз получится Возможно произойдет то же самое абсолютно На нас опять нападут бандиты И у нас не будет варианта даже там как-то отбиться Даже луками и стрелами от них Так, у нас еще большая проблема Огромная проблема, мой друг У нас мы столько дней уже, сколько, дня три или четыре Мы просто ходим, пытаемся спасти Машу и так далее Мы не лутаемся, мы не лутаемся, мой друг Возможно это огромная-огромная ошибка Потому что мы сейчас будем заниматься безуспешными попытками ее спасти А потом, а потом, а потом мы ее, может быть, даже спасем Я надеюсь, не может быть Я просто уверен, что мы ее, мы просто обязаны ее спасти Ну а потом, что мы будем делать? У нас нет ресурсов Мы сейчас время, я так понимаю, хорошее упускаем Видишь, ясная погода, все отлично Они не замерзают, все у них прекрасно У нас еды нет, у нас нет еды У нас там одна фасолина осталась Им надо есть, им надо кушать Вкусный суп можем приготовить Да, можем приготовить вкусный суп У нас зверобой же заканчивает Скоро, я так понимаю, не сможем уже супы готовить Так, а может их червями, тараканами покормить? А ну-ка, давай на тебе проверим Ой, смотри, убрало! Вау, 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 всем даем О, отлично, мой друг! Ты понял, мы их нагармили тупо тараканчиками Отлично, смотри, капелька О, капелька тебя ждала, а ты ждал ее Смотри, мы негативный эффект у Григория просто убрали в ноль Да нифига себе, мой друг Сейчас нелегкий выбор вот передо мной стоит Потому что, блин, вот то, что я озвучил Мы действительно, мы сейчас который день уже не занимаемся лутанием Мы не занимаемся лутанием У нас скоро банально просто закончится даже топливо, жечь огонь Блин, у нас три хвои осталось Ну, палки окей, палки мы можем еще получить Разбивая, там, вот эти ветки, пни, там Или пни на доске, ну, неважно Кора Кора, может, вот кору можно будет использовать тоже Вроде в крафте нигде не используется Я имею в виду, как топливо использовать Но, блин, опять же, там надолго не хватает Зато смотри, сколько у нас, зато смотри, сколько у нас инструментов Да, жалуюсь, жалуюсь, у нас ничего нет У нас топливо закончилось Зато посмотри, сколько у нас ножей, сколько у нас луков Сколько у нас всего Так, у них по три очка действия Нам только нужно еще скрафтить Сейчас нужно скрафтить Стрелы Я в любом случае сейчас скрафчу стрелы Григорием, иди-ка сюда, мой друг Иди-ка ты сюда Так, 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 так А сколько, я так понимаю, четыре, наверное, стрелы скрафтят, да? Боеприпасы к луку полезны для охоты и защиты лагеря Полезны ли они в нападении на ренегатов? Вот вопрос Вот вопрос Который меня мучает Так, ловушки Мы можем еще попробовать Крафтильню построить, которая крафтит пистолет Карабин и капкан Ну, капкан, наверное, бесполезен нам Для борьбы с ренегатами Хотя, возможно, какого-нибудь в капканчик поймать Пистолет, карабин Я вангую, что мы, скорее всего, не сможем это сделать Не сможем крафтить Ну, по-любому, не будет же излома просто крафтиться Не будет же это крафтиться из палок, из хвои Я не знаю, из прутиков каких-то Блин Можем, конечно, попробовать Но это два персонажа нужно Хотя, подожди-ка Можно просто Григорием одним, да? А, тогда все равно нужно будет стрелы крафтить кем-то, да? Ну, просто он как бы все три очка потратил бы на это дело Конечно, есть вариант Есть вариант, что не потратит свои очки, используя нож Такой себе вариант Честно говоря Так, уменьшать количество баллов для этих персонажей Ладно Ладно, давай мы взглянем Давай мы посмотрим С тобой прекрасно Чего-чего-чего? Там что-то зелененькое у них начало появляться Это из-за того, что они сильно друг друга уважают С тобой прекрасно работает Очень высокие шансы восстановить балдействие Ха-ха! Да ладно, еще и с ножом О, по-любому ты восстановишь его А, точно, у него еще бал... Блин, если бы у Сергея не потратился бы балдействие А, ну, возможно, нож сейчас сработает Она не будет тратиться Так, палочки, палочки, палочки Используем палочки У нас последние два камешка остались Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Ой-ёй-ёй Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну или пусть у Григория отнимается Ай, Сергей отнялось, кстати, у него не отнялось У Григория, действительно Ну там видел еще дополнительный шанс То, что он крафтит с Сергеем, да У него повышенный шанс того, что балл не потеряет Видишь, здесь боевой дух потеряет А здесь ты посмотри Высокие шансы восстановить даже Балл 10, а, восстановить То есть не потерять, а даже восстановить Если бы у него было 2, а стало бы 3, что ли Восстановить Да ладно То есть он крафтит, но у него балл 10 прибавляется, я правильно понимаю Так, 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 так Скрестим, скрестим пальцы Нам нужно Так, пистолет, пистолет, пистолет Сломанный пистолет Я и говорил об этом, мой друг По-любому мы не сможем это крафтить Сломанная винтовка Да, добавить нечего, то есть это предмет Это даже не ресурс, а целый предмет А где мы можем такое находить? Можем только описание почитать, мой друг Зря только крафтили эту штуку Небольшое краткоствольное оружие Требуются патроны Выстрел может привлечь внимание ренегатов Ааа, даже так Помогает в охоте и обороне Требуются патроны Выстрел может привлечь внимание ренегатов Ага, то есть луки бесшумные А это привлекает их внимание, да? Ну, в принципе, если на них нападать То пофигу привлекать внимание или нет Ладно Так, 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 так Не туда, не туда Давай крафтим стрелы И объявляем им войну Ренегатам, пойдем, ладно Сходим, я вот предприму Еще сегодня попытку, раз у нас там ясная погода Так, тут инструмент не экипируется Раз у нас все нормально, да, 4 стрелы Трафтится, вернее крафтится 4 стрелы крафтится Давай еще 4 Давай еще 4 Почему бы нет, просто очки у него действий есть Давай делать А, они даже состакались Так, ну там через шифт вроде как можно делить Так, что ж, отправляем, да, 3 2 Очка, так, 1 очко у этого осталось А ставим его на будущее Может быть пригодится нам Ну сейчас абсолютно нечего делать с этим очком действия Может ему пригодится Может ему сейчас придется выживать В одиночку дальше Григорию Ну в принципе ему нормально, лагерь оборудован Кстати, а мы построили Да, этого не было Мы построили мастерскую по производству Оружия, да, пистолеты Карабины, капканы Они повесили какие-то бельевые веревки И сушат Сушат там тряпки какие-то Это вот, блин Мой друг, ты видел как выглядит крафтильня То есть мастерская Которая производит оружие Вот так она выглядит Рабочее место оружейника Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Вот такую даже не последнюю, нет, неправильно я говорю, не последнюю, а такую пограничную, что ли, попытку ее спасти, вот. А если у нас опять не получится, значит, мы уже будем потом на следующий день не спасать ее, а уже ходить, я не знаю, лутать себе эту еду, топливо и так далее. Почему? Да потому что, да потому что, потому что... Давай-ка я одежду вообще Григорию оставлю. Вот, прощаюсь с ними, слушай. Не, ну всякое бывает, возможно, ему сейчас одному придется тут выживать, так пусть одежда ему остается, зачем бандитам отдавать? О, смотри, как он сидит, это лупчики с заплатками. Так, всякое возможно, ну нормально, я думаю, он выживет там, у нас там много всего. Так, снегоступы, снегоступы, лук, а, ты смотри, мой друг, мы много и не копируем, так, через шифт. Вот, зажимаем шифт, делим, разделяем стрелы, возможно, конечно, много столько, но... Ладно, там фигня, они крафтятся легко и там, нифига, не затратны даже, если они их... Блин, а это лучше, чем им не хватит, да? Пусть лучше забирают по стаку целому. Так, все, больше кипировать ничего нельзя, то есть я не могу еще нож сюда запихнуть им куда-то, да? Веревку эту несчастную, которая просто во всех рейдах уже была и нигде не пригодилась. Может быть полезна в некоторых событиях, мне эта надпись интригует. Ну, все вроде как. Мы встали на тропу войны. Идем биться с ренегатами. Нет, на самом деле мы сейчас опять тоже обойдем их вокруг. Так, низкий, тут не написано, средний, безопасный. Я вот, что, боюсь, мой друг, что произойдет точно такое же событие, как в прошлый раз. То есть мы придем сюда, нажмем потом там обыскать и сработает то же самое, что бандиты переместятся на эту клетку, с этой на эту, да? Потому что здесь у нас уровень, видишь, опасности смертельной. То есть мы обыск используем, и он получается полностью заполняется шкала, и бандиты перемещаются на эту клетку, и мы снова от них драпаем. Я боюсь, что скорее всего так и произойдет. Возможно, неправильно делаем, но давай еще раз попробуем, потому что меня еще, знаешь, что заинтересовало, то, что у нее поднялся боевой дух. Возможно, нужно несколько раз попытку предпринимать ее вот такого спасения, и в конце концов она спасется. Возможно, она не спаслась, потому что боевого духа ей не хватало, да? Ей не хватало там смелости, я не знаю, закричать там, я тут, спасите меня, и они нашли бы ее, спасли, короче, и так далее. Но мне кажется, то же самое событие повторится сейчас, ренегаты переместятся на эту клетку. Возможно, еще более худшее какое-то событие повторится, вернее, появится новое, и нам будет очень плохо, но, блин, не попробуем, не узнаем. Как вариант, кстати, смотри, мой друг, как вариант, как вариант... Как вариант, можно попробовать ренегатов увести в сторону, кстати. Если придем на эту поляну безопасную, и будем раз за разом там использовать обыск этой поляны, то, в конце концов, полоска эта заполнится смертельностью, она станет смертельной, да? Ну, с таким шансом, да? Мы вернемся в лагерь, и на следующий день есть шанс, что бандиты переместятся не сюда, а переместятся сюда. А тогда мы можем безопасно, абсолютно спокойно, точно пойти и Машу спасти. Да, кстати. Мы же их можем уводить, у нас же обучение, когда запускалось, там было написано, что, типа, ренегаты ходят по тем клеткам, которые наиболее опасны. Вот видишь, здесь смертельно рискованно, это постоянно там ходит ренегат. Этот, я не знаю, что тут ходит, тут незначительный, безопасный. А, ну он постепенно с безопасного потом на низкий, наверное, переместится, а потом, а потом вот сюда на средний. Хм, кстати, да, но это для следующего дня такие эксперименты. Давай сейчас попробуем просто туда пройти, я не знаю, через какие зоны лучше туда пройти. Ну, давай, в принципе, пофигу, через какие зоны. Через болото, наверное, не пойдем. Давай, пойдем сюда. Скрытый лагерь. А, вот сюрприз. На опушке леса возле обломков вы находитесь следы небольшого свежего лагеря. Кто-то пытался их замаскировать, но ведь ренегаты не скрываются от вас. Следы указывают, что здесь пребывали два человека, один из которых должен был быть ребенком. Похоже, кто-то еще выжил и избегает разбойников. Ребенок? А ребенок это не Петруша? Не брат... Не братик Марии. Так и что? Так и что? Задания никакого не появилось. Так. Так, баллы не потратились, отлично. А у нас шанса потеряться нет, отлично, мой друг. Мой друг. Так. Может еще ресурсы какие-то утонуть? Тряпки, камни. Камни много, кстати. А какой риск здесь средний? Нет, давай мы лучше... Да, в принципе мы не заблудимся, сегодня день ясный, погожий. Давай обыщем, нам ресурсы тоже нужны какие-нибудь. Вот шесть камней, у нас там камни закончились. Две бутылки водки, ну такое себе, ну ладно. Так, от нуля до двух, если у нас будет, то есть я так понимаю, меньше двух баллов действия, то мы потеряемся. У нас три балла действия, пока что все нормально. И три остается, отлично. Кстати, можно на кролика походиться, смотри. Так, а уже, смотри, заполнилась полностью смертельный. Ну что, мой друг? Нажимаем снова обыскать и снова сражаемся с ренегатами. На этот раз, на этот раз мы вооружены. Не знаю, где там посмотреть. Луки, луки стрелы. Ну что ж, начнем, начнем наши битвы, начнем наши сражения с ренегатами. Опять то же самое запустилось. Ну да. Вот я иванговал, что произойдет то же самое. То есть это так не работает, да, я так понимаю. Ну то же самое описание, что пули по вам начали лупить со всех сторон. Вам остается только бежать. Ну блин, у нас есть луки, у нас есть стрелы. Или это недостаточно, нужно огнистрелы обязательно. Ну друг, похоже, мы не можем ее спасти. Или действительно нужно ренегатов увести в сторону, как я до этого говорил, в какой-то зоне вытоптать там все, чтобы стало она опасной, и они туда переместились подальше от Марии, и тогда мы можем спокойно ее освободить без этого града пуль. Да они просто перемещаются с соседней клетки на меня, да и все. Там ушок опять добавился. Так, мы на тропе войны, или мы тут погулять вышли? Отстреливайте их из лука. Обстреляйте их из лука. Так, я надеюсь, минусов у нас сейчас не будет по нашим персонажам. Блин, ну конечно такое себе, блин, занятие из лука стрелять по бандитам, которые нас обстреливают градом пуль, блин, из огнестрела. Давай попробуем. Так, вроде никто не умер пока. А пули попадают в вас. Пули попадают в вас, как только вы высовываете голоду над снежным валом. Вероятно, это чистое совпадение. У регатов нет такой меткости. Вы падаете на землю и смотрите в небо, истекая кровью. Бандиты все еще кричат над вами. Но для вас это уже не важно. Постепенно вы перестаете чувствовать холод и боль. Ну, тебе и тропа войны. А, кстати, у этих нет лука. А где Мария? А как Марию выбрать? Гриша, у меня плохие новости. Все трое персонажей в плену. Да, у них отобрали все оружие. Ну что ж, друг, по крайней мере, мы попробовали спасти Марию. В результате все втроем попали в плен. Так, плохо здесь не пишут, какой риск. Ну, по-любому, на следующий день бандиты переместятся ну, либо сюда, либо сюда. Возможно, сюда, да. Нам надо это, я к тому говорю, что вот эту площадку вытоптать. Да? Кстати, а смотри, ренегаты с этой клетки ушли на эту клетку. А, нет, все равно ренегаты поблизости. В смысле поблизости они ушли, мы их переместили. Кстати, смотри, здесь вероятность общая видимость, другие события, плюс 15%. А это у нас куст загорелся в конце прошлой серии. Видишь, он добавил 15%. Так, подожди, ренегатов нет рядом с лагерем. Что за это? Это глюк. Ну, недоработка, так сказать, игры. Нет никаких ренегатов. Мы их увели от лагеря. Кстати, у них по балу действия есть. У них же есть бал действия. Убегайте, убегайте! Может быть, они теперь втроем там смогут поднять восстание, смогут сбежать от бандитов, когда они уйдут на другую клетку на следующий день. Так, ну что же. Но это будет только на следующий день, мы это узнаем. А пока нам предстоит дальше продолжать выживание в одиночку, Григорием. Григорий, как ты будешь дальше выживать? Расскажи мне. Блин, у него боевой дух вообще упал. Из-за того, что, наверное, наших чуваков захватили. А может, он был низкий, я ему водку не даю. Самое плохое, знаешь, что, наверное, сейчас произойдет? Он начнет с ума сходить один. У нас такое было уже в прошлый раз, когда мы играли. У нас там был Рабинович, он там один оставался у костра. Все остальные в отключке были или пропали в тайге. И он там сходил с ума регулярно. А теперь эта участь ждет Григория. Блин, он сейчас начнет чудить тут. Так. Давай, ты приготовишь себе воды. Что тебе еще остается? Повоевали называется. Ничего, Григорий еще вернется. Вернется, освободит всех своих товарищей. Да, действительно, попробовать натоптать на какой-то клетке, чтобы ренегаты туда прошли. Проследовали. В общем, натоптать на какой-нибудь клетке, где грибы есть. Но тут грибов немного есть. Потому что нам готовить скоро нечего будет. Так, вода есть. Все, иди ложись спать. Что, повоевали, мой друг? Повоевали. Кстати, а почему ты поверх одеяла лежишь? Ты должен под одеялом лежать. Как-то вы неправильное одеяло используете. Так, я не знаю, стоит ли... В принципе, погода ясная, но морозная, да? Стоит ли костер тушить? Блин, как бы ренегаты поблизости... Ну, их нет поблизости. Что за фигня? Какие нафиг ренегаты поблизости? Да не буду я тушить костер. Ренегатов мы увели в сторону. Нормально все. Ренегаты поблизости. Их нет тут. Мне что, с зеркалом чокаться? Блин, это смех. Это смех у меня сквозь слезы. За мать, за двор. Стреляю в упор. За тех, кто в лесу блуждает. Напился. Минус бутылка. И минус отношение к ним. Стояние его бросили. Блин, чувак, они пытались своего спасти. Он, короче, там бухает. Ночной вандал. Олень какой-то. Утром вы уже знаете, что за звуки побеспокоили вас ночью. Это большой самец оленя. Или северного оленя разодрал копытами близлежащие кусты. К сожалению, забор окружающий ваш лагерь сильно пострадал. Если вы быстро его не почините, он готов упасть. Давай починим. Качество 19. Ну да. Так, качество 40, 37. Кстати, очень сильно уменьшилось качество. А, может быть, потому что оно под снегом. Потому что что-то как-то совсем качество упало. Карантина. Должно было нормальным быть. Было. Так, ренегаты сюда переместились. Вот, кстати. Если я сейчас выйду из лагеря, дойду до этой клетки. Морозно. Натопчу, натопчу, натопчу здесь. Чтобы у ренегатов. Чтобы у ренегатов был. Смотри, у них 3 очка действия. Это баг какой-то, глюк, да? Почему у них 3 очка действия? До этого... Кстати, Марию не могу выбрать. До этого у Марии было 0 очков действия. А, ну у нее как бы очки действия типа закончились. Так, подожди. А Мария, кстати, не помирала. У нее не было никаких потребностей. Смотри. А у этих появились потребности. Голод. Замерзание. Ну да. Короче, игра еще это. С багами. Ига страдает багами. У нее не было ничего. А у них идет все. Появляется. Давайте. Давайте. Бегите оттуда. Что вы там сидите. Мать вашу. Обязательно Григорий должен приходить вас освобождать. Ну, в принципе, можем попробовать сейчас прям Григорием прийти туда, да? Ну, собственно, получить то же самое, что у нас и было. А может, вдруг он их освободит? Да не, на самом деле, просто ренегаты переместятся снова. И будет то же самое. Там, похоже, только один ивент. На это существует. Так. А, смотри, они перехлаждаются. И почему-то они здесь остались. Как бы, типа, как будто в лагере они, да? Вот Мария здесь не показывается. Они показываются. Так, а я даже не знаю. Наверное, нет смысла ему варить еду. А зачем ему варить еду с тремя-четырьмя порциями? Она, скорее всего, быстрее пропадет, чем успеет его поесть за три дня. Ну, можно просто фасоль отдать, да и все. И не тратить очки действия и так далее. В принципе, можно таракашками его. А, нет, явно не хватит. Явно не хватает. Ладно. Ладно. Так, что мы можем делать? Прямо сейчас прийти и его там оставить, да? Чтобы у нас все в плен попали. Пытаясь спасать друг друга. Или приготовиться. Поступить хитрее, умнее. И сделать это. Я выбираю второй вариант. Нам для этого даже оружие не нужно. Нам для этого даже не нужно оружие. Все, что нам нужно. Кстати, мы можем ренегатов даже не сюда отвлекать. Вот сюда отвлечь достаточно. Точно. Отвлекаем сюда. Соответственно, все. Они уходят с этой клетки на эту клетку. И тогда... Блин, кстати. Кстати. Если бы у меня сейчас оставалось бы не один персонаж, а два, я бы одним вообще мог пожертвовать. То есть здесь до последнего наводить смертельную сложность, чтобы бандиты сразу сюда переместились. А, хотя, возможно, риск, что на следующий день они обратно переместятся или сюда. Надо здесь натоптать. Идем. Отвлечь бандитов. Что делать, мой друг? Я не думаю, что какие-то инструменты ему нужны будут там просто топтать. Так. Снег. Так, иди сюда. Твоя задача отвлечь бандитов. Низкий. Низкий. Ты что-то найдешь, кстати, там. Холст. Гриб. Так, один грибок нашел. Так. Так. Блин, а оно не увеличивает сложность эту, опасность зоны. А, там чуть-чуть совсем прибавляет. Совсем чуть-чуть. Так, я-то сейчас понимаю, мой друг, что у нас 59% шанс, что сработает вероятность потеряться. Но при этом отнимется, я так понимаю, от нуля до двух очков. У него есть два очка. А, ну да, он с нулем очков останется, он не сможет уже вернуться в лагерь. Блин. А, ну смотри, уже шанс рискованный. Смотри, уже рискованный. Так, одно очко потерял. А, смотри, шанс потери упал. А, то есть, видишь, он сработал, да? И дальше получается рандом. То ли ноль очков будет, потеряет. То ли два. Ну, может и одно потерять. Видишь, он одно потерял очко и сбросился шанс потери. Видишь, до 27%. Мой друг, ты видишь? Уже рискованный. Так, главное, действительно не потеряться, потому что там останется. Бандиты на следующий день переместятся и его в плен возьмут. Это как у нас с Машей было. Она там потерялась у вагона, и бандиты переместились на нее ночью. И взяли в плен. Так, надеемся, что получится. Так. Плохо, что он еще ничего не находит. Мы бы тут налутали бы уже. Так, мой друг. Если сейчас не сработает вот этот вот 31% не должен сработать, то мы очень-очень-очень сильно опасность накручиваем этой локации. И, возможно, ренегаты с тобой переместятся. Пожалуйста, Григорий. Я тебя умоляю, только не теряйся. Они уже напали на него? Блин, они на следующий день обратно переместятся. А-а-а. То есть не обязательно настолько сильно прогонять. О, ранили его. У него снегоступов нет. Так, все нормально. На этот раз вам удалось, бандиты, должно быть, потеряли след. Так, это у нас как в первый раз было в прошлой серии. Блин, они уже переместились сюда. А вот так на следующий день они переместятся. А они, по идее, вот сюда могут переместиться на рискованный. Блин, я не вижу здесь опасность локации. Если они переместятся сюда... Но, в принципе, мы сейчас накрутили здесь опасность. Она не должна сильно убраться. Мы будем знать, значит, на будущее. Блин, если бы у нас еще один персонаж был, мой друг! Вот как нужно было действовать изначально. Зато, мой друг, мы теперь знаем, что нужно было действовать. Нужно было так делать изначально. Отправлять какого-нибудь персонажа здесь топтаться. Бандиты перемещаются с этой клетки на эту. Он убегает. А другой отряд в это время идет сюда и освобождает наших. Вот как это делается. Ну, наверное. Я до конца, конечно, не уверен. Так, ренегаты теперь точно рядом с лагерем. У нас нет иконки, что они рядом, но они рядом. Мы это знаем. Блин, он не может кровотечение остановить, потому что эта штука под снегом. Нет, подожди, почему не может? Может, она вручную применяется из инвентаря. Это, если бы у него рано руки было, то да. Там нужно это делать. Так, в шоке усталость, голод. Так, в шоке он сейчас будет очки терять боевого духа, если мы будем работать, что-то делать. Так, во-первых, тушим. А, смотри, начал костер тушить, и ренегаты уже поблизости. А, видимость лагеря ноль. Прикинь. Можем даже на пятерочку, кстати, его разжечь. Хм, в смысле? Сразу плюс 20 процентов. Тогда не будем. Заберите меня отсюда! Подожди, Григорий, что за панические такие настроения? У нас, возможно, сейчас все получится. Если бандиты переместятся куда-нибудь сюда или сюда, то мы пойдем и освободим их. Так, главное, чтобы мне очков 10 еще хватило. Так, ну шок у него пройдет за ночь. А, усталость у него тоже должна пройти, он будет спать. Голод. А, на следующий день приготовим еды. А, блин, приготовим еды. Это же затрата очков этих, энергии. Он может потом тупо не дойти сюда и потерять всю энергию в пути и заблудиться там. И вот тогда точно жесть будет полная. Так, фиг с ним, с Чистоколом. Проживет как-нибудь там и все остальное. Давай мы приготовим ему еды. И вообще покормим его точно. Иначе у него слишком много статусов негативных будет. Иначе он это самое. Подожди, мы можем грибом, в принципе, его покормить. Но я ему тараканов уже давал. Я не уверен, что гриб, если я ему дам, не начнется у него какой-нибудь хрень. Давай мы лучше приготовим еду. Так, а что-нибудь попроще мы можем приготовить, чтобы с меньшим количеством этих порций. Ну, вроде как нет. Так. А, блин, костер надо разжечь сначала. Блин, да костер-то зажигаю, тут ушу достал, зажигаю. Блин, а что тебе делать-то? Или не гады поблизости? Так, гриб добыл ты себе. На, готовь. Ладно, мы тебя сейчас напоим водкой. А хотя водка, ну, так же как бы негативный статус опьянения, я имею в виду, да? Так, 26. А, ну у нас, в принципе, есть другой выход. 10 сигарет, это 50 боевого духа. Они по пятерочке дают. Я надеюсь, ты 10 залпом выкоришь. Но он в шоке, он сейчас выкурит 3 пачки даже. Так, убрали голод тебе. Давай. Раз. Два. А, у него шок прошел! Ха-ха! Мой друг, от сигарет у него шок прошел. Блин, а не написано это в описании этого негативного статуса. Это бы не было написано. Было написано, типа, чтобы снять шок, отдохните в карантине. Ну да, там в карантине есть там действия. Снять обморочное состояние, снять шок там и так далее. Оказывается, шок еще снимается просто двумя сигаретами. Мой друг, сколько мы об этой игре нового узнаем в этой серии? Просто офигеть. Блин, теперь понятно, что с ренегатами делать. Блин, мы сейчас бы спасли бы их, если были бы еще очки действия. Так, другого персонажа. Будем ли еще сигареты давать? Ну, как-то, по-моему, Маше 3 давали, и ничего ей хуже с этого не стало. 51, давай вот 50 тебе, 6, 4 сигареты. Давай 5 сигарет. И 5 на завтра тебе. С утра еще поднять боевый дух на соточку и пойти, и пойти наших спасать. Мой друг, представляешь, сейчас мы их спасем. Я просто офигел, я просто такой вот... Да! Да, мы это сделали. Так, ну... Так, подожди-ка, подожди-ка. Так, потушили огонь. Все, ренегаты нас точно не найдут. Все нормально. У него должно быть 3 балла действий на следующий день. Единственное, риск, если он перехладится. Тогда не будет. В принципе, он в одежде, там спит под одеялом. Так, надеюсь, он ночью еще чудить ничего не будет. А, просто сразу подведение итогов дня. Отлично. Хорошо, что не чудил. Как быстро вечер у нас прошел. Сбылась, наконец-то, моя... Мечта, что за снег такой. Так, у него 3 очка действий. Нифига себе, буран какой-то. Снегопад. Выход за пределы лагеря самоубийства. Мы должны пережить эту погоду. Ты смотри, куда ренегаты ушли! Мы должны их идти спасать! И все! А, и тот самый олень, который нас поцарапал, этот... Чистокол, да? Блин, говорит это... Самоубийство, выход за пределы лагеря. Ну да, мы их, наверное, сейчас там в буранах не найдем. А-а-а! Блин, они там... Здоровье ноль, боевой дух ноль. Они умерли, что ли? Ноль, ноль. Обморок. Обморок, обмороженная рука. Они тупо умерли там. Это, то есть, этот снегопад настолько жесткий, да? Что они отлетели сразу, да? Вот что нужно было делать. Уводить в сторону ренегатов и спокойно, блин, освобождать наших. Ну, теперь-то, конечно, теперь-то мы знаем на будущее, да? Теперь-то мы знаем. Кто мог раньше знать? Это я еще додумался, кстати. Чтобы их просто уводить в сторону. И, блин, безопасно пытаться уже спасать. Что там пытаться? Просто брать да спасать. Так, у него будет сильное замерзание. А, кстати, нет. Еда очень медленно портится. Это мы как-то делали этот, чай какой-то там, да? Травяной чай. Он буквально там за следующий день сразу половину просаживалось. То есть, за два дня он пропадает. А это, смотри, у нас там чуточку совсем. То есть, его можно в проб наготавливать. Опять же, видишь, знаем теперь, что можно в проб суп готовить. Кстати, у него убралось даже охлаждение. Это потому, что он горячее поел, да, получается? Так, костер зажигать, как бы, нельзя, наверное, или можно? Влияние погоды минус 40%. Ну, вообще-то можно. Можем мох, 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 мох сжечь, да? Давай. Так, плюс 20. Ой, да мы можем тут много набрасывать. Так, чуть-чуть появился риск. Ага, просто уравнялись они, да? Давай еще будем набрасывать, пока не поднимется дальше. Тогда убавим на одну единичку. Вот. Прибавилось дальше. Плюс 60, убавляем на одну единичку. Вот, отлично. Итого ты у нас все равно перехлаждается. Что ж, поделаю я. Нифига себе, 83 боевой духа. А что это у него так сильно поднялся боевой дух? Так, ну, я так понимаю, нет смысла, наверное, идти сюда. И можем, конечно, рискнуть. Я так понимаю, там шанс заблудиться будет сразу моментальный, да? И вообще, я так понимаю, они мертвы. Но, в принципе, их можем успеть откачать, если сейчас сразу... Нет, мой друг, нет. Мы не будем отсиживаться в лагере, несмотря на плохую погоду. Мы должны убить последнего нашего выживальщика. Да нет, конечно, но, блин. Если бы у них было все нормально, как у Машеньки, у нее там все прекрасно было, то я бы сюда не пошел бы никогда в жизни вообще за ними. Но ты смотри, у них там нули. Они оба в обмороке, у них обмороженные руки. Они голодные, замерзшие. Гипотермия у них началась, то есть сильное переохлаждение, истощение. Им конец. Если мы в этот день сейчас их не спасем, то мы их не спасем уже вообще никогда. Григорий, ты должен проявить все свои лучшие геройские качества. Ты просто молодец, конечно, ты в прошлый день увел бандитов в сторону. Ты просто красавчик-молодчик. Но ты должен еще и сегодня... Кстати, а можно же ему снегоступы сделать, чтобы он... Чтобы ему легче было идти. Смотри, там удочка у нас появилась, самодельная удочка для ловли рыбы. А, ну он тут не имеет шанса сэкономить балдействия. К тому же у нас ни палок нет, ни шнурков. Мы не можем это сделать. Не, ну мы можем теоретически это сделать. Для этого нужно будет скрафтить шнурки из тента и из материала, не помню, как он там называется. Из холста. Палочки мы можем сделать, все остальное. Григорий. Такая еще печальная музыка, слышишь? В самый раз. Мне кажется, я его в последний путь отправляю, но... А что поделаешь? Мы должны попробовать. Дай-ка я тебе экипирую вкусный суп на дорожку. Может быть, их там сможешь покормить? Я не знаю. Хотя вряд ли там, как бы, нельзя использовать на карте предметы, я так понимаю. Григорий. Григорий, ты должен. Ты обязан. Ой, нормально, 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 нормально. Тащим! Ну, ну, ну! Да освобождая их! Да что ты стал там поверх? Обязательно обыскать. Ну там смертельность. Сейчас скорее всего ренегаты просто появятся, наверное, из ниоткуда. Смотри, какие-то разные тут оленей. Еще какой-то олень там пришел. Очки недействия не отнялись. Так, что-то появилось. Это чудовищно. В свежем сугробе лежат тела ваших недавних спутников. Несчастные стали жертвами дегенератов, которые пустили пояс под откос. Вы заканчиваете свое путешествие на сегодня. Вы должны обеспечить им надлежащее захоронение. Да. Два креста. Так, а Марию не нашел? У Марии же еще вроде как жива или тоже кхана уже. По крайней мере мы смогли найти своих спутников. А, кстати, может ренегаты ушли, потому что они просто те умерли уже. И они такие, что, трупы охранять, да? И как бы ушли дальше. Искать живых новых пленников себе. Да нет, на самом деле ренегаты ушли, потому что мы их отвлекли. Теперь будем знать на будущее. По крайней мере мы своих друзей не бросили в тайге на съедание голодным зверям, волкам. Мы их надлежащим образом похоронили по-человечески. Раздали им должное. Они герои, они все герои. И Григорий герой, кстати, да? Ты представляешь, какой он герой? Он один там, два дня выживал. Он шел в тайгу, зная, что там бандиты. Шумел, кричал, топтал там, ломал хворост. И даже ни одной хворостинки не нашел при этом. Хотя мог бы найти еще, залутать. Привлекал внимание бандитов, чтобы они специально на него напали. Потом бежал, был ранен. Приполз в лагере. Залечил свои раны. И на следующий день пошел в пургу, в буран. Ничего не видя. Просто, просто, я не знаю, в последний путь какой-то. И нашел своих друзей там в снежной буре. Занесенных снегом их трупы. И похоронил. Это мои аплодисменты Григорию. Ну просто молодчик, вообще красавчик. Он всю эту игру нашу, он какой-то был пьяницей. Какую-то фигню там нес. Какие-то шуточки, прибауточки. Какая-то фигня. А видишь, когда настала серьезная, ответственная ситуация. Ты видишь, он проявил лучшие свои качества. И как... Я... Мне чувства переполняют. Экспедиция благополучно вернулась в лагерь. Экспедиция была найдена мертвой. Столько при ней найдено. Ничего не найдено. Софья Бутенева. Найдено тело Софьи Бутеневой. Найдено тело Сергея Иванова. Так, а смотри, и что? Маша, ты какой-то просто камень предкновения. Я не знаю. Двое пошли тебя спасать. Погибли. Григорий пришел, их похоронил. Теперь он опять пойдет тебя спасать на следующий день. Я надеюсь, бандиты... А нет, бандиты в любом случае даже сюда переместятся. Это далеко будет отсюда. Я надеюсь, пурга пройдет. А, он их даже в лагерь приволок, что ли? Их трупы. Ну нифига себе, он вообще молодчик. И он даже очки действия не потратил. Ну нет, в этот же день мы точно не пойдем. Сейчас я точно 100% заблужусь там. Так, два очка действия. Нам... Так, а что нам поможет? Нам помогут снегоступы, если опять такая же погода будет на следующий день. Палки и шнурок. Блин, какая же музыка, прям атмосферная такая. Грустная. А что, у нас инструментов никаких нету, что ли? А, там топор нужен. Так. Давай, ломай все палки. У него есть, кстати, шанс не потратить очко действия, даже без инструмента. Кстати, он их сейчас воспользовался, видишь? Бух-бух, и дрова нарублены. Да, и очки действия даже не потратил. Смотри, какой молодчик, вообще красавчик. Так. Переработка ткани. Господи, столько категорий ненужных, в которых там по два рецепта. Так, давай все холсты перерабатываем. Так, нож у нас есть. Наверное, на этот раз потратил. Ну, у нас как раз, по-моему, у Марии способность, что она не будет тратить, она портная. У этого персонажа есть шанс восстановить из шитья одежды и сумок. А, нет, это при шитье именно уже предметов. При разрывании одежды, скорее всего, нет тряпок. У нас, кстати, было, по-моему, Сергей. Мы нож применяли в какой-то серии, он там тряпки у нас сделал. По-моему, Сергей был, и он не потратил. Так, снегоступы. Не потратил очко действия. Давай, создавай снегоступы себе. Так, ты у нас, к сожалению, замерзнешь. Так, подожди, а, возможно, Марию вообще освободить нельзя? Возможно, это переглючило ее в том плане, что, помнишь, мы же пытались сбежать, да? Когда у нас заглючило этот квест, не знаю, как назвать, ситуация-то. Когда я нажимал бежать, как бы вроде выбралось, но не сработало. Это был чистый глюк, потому что у других людей мне писали, работает все прекрасно. Персонаж сбегает, и потом в лагерь, там его лечат, и все нормально с ним. А, как бы оно, типа, сработало, оно не сработало, а потом выбрали сдаться в плен, и как бы вроде в плен сдались, то есть мы вроде как бы избежали, и в плен попали, то есть она сейчас вне системы, Мария, судя по всему, поэтому ее и параметры замерли, и она не умирает. Она у нас будет последней выжившей. Она у нас вывалилась из матрицы, получается. Она и не сбежала, и в плен не попала, поэтому мы, наверное, не можем ее освободить никак. Хотя вроде как по иконке и тут горит, по идее должен ее освободить. Вечерняя буря До наступления темноты поднялась чудовищная буря. В воздухе летает снег и поломанные ветки, а вы лихорадочно бегаете по лагерю, защищая свое добро. Рядом упало дерево. Нехорошо. На мелкой таежной почве корни всех деревьев растут вширь и сильно переплетаются. Если одно рухнет, оно ослабит все вокруг. При таких порывах вы боитесь, что одна из лиственниц скоро может разрушить ваш лагерь. Ладно. А что я могу сделать? Ага. Я не могу разгрести его, да? Так, ну я перехлажусь, но не страшно. У него, получается, все равно должно быть три очка действия, по идее. Легко быть пророком наследства. Это он будет сам себе рассказывать, да? Свою историю. А-а-а-а. Он поминает своих погибших товарищей. Нет больше с нами, Софьи Бутеневой. Случилось так, как она и предсказала. Она должна быть очень довольна теперь, что ее мрачные пророчества сбылись. С самого начала у нее не было шансов. Мы потратили на нее столько еды и других запасов. Ты аккуратись с такими словами. Вообще-то все запасы, вся еда, что весь материал, что есть в лагере, она принесла вообще-то из тайги вместе с Машей. Да, кстати, мы уже больше не ходили, как Машу потеряли в этой, у бандитов, так мы же больше не ходили лутать вообще. У нас еще с тех пор еще ресурсы все эти есть. То есть они там за 7 дней, или за сколько, за 6 натаскали ресурсов, что у нас хватает до 13 дня еще ресурсов, и еще, блин, их еще будет хватать. Хотелось бы дожить до того возраста, когда я буду обузой. Шансы на это снизились, в том числе благодаря усилиям Софьи Бутеневой. Может, я буду немного скучать по этим жалобам, но еще несколько дней такой погоды я буду каркать, как Софья Бутенева. А, можем и второй, да? Вот и умер бедняга. Это про Сергея. Вообще-то он сам предсказал, что так и будет. Жаль парня. Если есть загробный мир, он, наверное, уже присоединился к своей несчастливой компании. Кто знает, может, в другом мире русские солдаты даже договорились с Германией. Я похороню его в его начищенных ботинках. Это плохая примета брать вещи мертвых, даже если он сам за владелыми не слишком честно. Я надеюсь, погода пришла в норму. Отлично. Конструкция была засыпана снегом, костер. Фигня. Три очка действия. Отлично. Так, идем. Идем спасать. Ой, смотри, оброс действительно. Смотри, у него борода такая выросла. На 14-й день. Смотри. А, смотри, здесь он гладко выбритый. Видишь, здесь на картинке. Здесь не меняется. А здесь, посмотри, у костра. поближе приблизить. Вот, смотри. Смотри, у него борода выросла какая. Нифига себе, да, действительно они обрастают тут шерстью в тайге. Так, три очка действия, все очки действия мы... Так, на суп тебе. Че, не напился? Да ладно. На. Так, все очки действия мы тратим на экспедицию. У нас теперь есть снега ступа, но, кстати, нам не сильно нужны. Легкий снег. Они в прошлый день, наверное, нужны были бы. Но мы и так справились. Григорий справился. Не то, что мы справились. Григорий справился. Просто молочи. На тебе нож еще. Я не знаю. На, веревку. Тебе. Я не знаю. Вяжи там Машу. Хватит ей там сидеть. Я так понимаю, Машу тебе понравилось. У нее там не уменьшаются параметры никакие. Она ничем не страдает. Она высыпается, отъедается. Там все у нее прекрасно. Ей там нравится. Так что давай там вяжи ее, Тащи ее домой, блин. Понравилось ей там, блин, сидеть. А, это этот. Пасущийся мускусный олень. Тихо. Так, там нам точно на оленей пока охотиться не надо. К тому же у нас есть там еда. У нас там суп, по-моему, еще не доеденный в лагере. Или доели мы. Ну, не важно. Там еще у нас есть продукции. Не будем мы это самое, ничего делать там. На этот раз вы решать отступить не спугнув зверя. Вы надеетесь, что этот олень все еще останется в этих местах. Возможно, вы будете лучше подготовлены для охоты к следующей встрече. Ну, как бы там нож у него, есть веревка, но нам сейчас не это нужно. Так, отлично, молодчик не потерял очки. Ну, давай, спасай ее. Я офигею, если сейчас он просто отыщет ресурсы и все. Сейчас он 100% потеряется. Я так понимаю, да, Мария у нас переглючила. Она у нас как бы вывалилась из системы игры. То есть, ее спасти нельзя. Либо, возможно, опять же, оружие нужно, чтобы ее спасать. Ее как бы типа взяли в плен, да, как бы бандиты здесь, как бы, они же ее изначально и взяли. Они же, когда она осталась, потерялась в лагере, там осталась, ну, вернее, у вагона, они просто переместились с этой клетки на эту и ее захватили. То есть, получилось просто так. Просто так случилось. Я так понимаю. Сейчас эти бандиты ушли сюда, но она как бы там находится. Но ее там должен кто-то охранять, наверное, по логике. Ну, он 100% сейчас забудется. А, хотя нет, не 100%. Там же рандом от нуля до трех, я так понимаю, баллов. То есть, у него может до двух отняться, а все равно он останется там. Давай попробуем еще раз, но я так понимаю, забудется. Нет, ты смотри. Смотри, он молодчик какой. Но он ее не находит. Мой друг. Мария, к сожалению, потеряна навсегда для нас. Ее просто переглючило. Так, а олень тоже пропал, да? Я его оставил в покое, и, блин, надо было за ним поохотиться. Да, то есть, она вывалилась из системы. Я не знаю, почему до этого у нее боевой дух там возрастал, когда мы в прошлый раз пытались освобождать ее. А, ну, может быть, знаешь, почему произошло это? Потому что мы там как бы сбежали от бандитов, и, возможно, их боевой дух возрос из-за того, что, типа, ох, мы спаслись, мы обвели бандитов вокруг пальца, и как бы их возрос боевой дух, то есть тогда Софья и Сергея, и как бы у нее возрос боевой дух, потому что она как бы, ну, часть лагеря, типа, да, но она как бы не часть лагеря, видишь, ее здесь даже нет, и здесь нет. Вот они были с Софья и Сергеем, когда их бандиты захватили, и у них параметры всякие негативные дальше шли, и у них там проседало все, пока они не умерли. Она все, ее нельзя никак спасти. Либо, либо нам нужно действительно какое-то оружие огнестрельное, и там освобождать ее. Но в любом случае понятно, что она может тут вечно висеть, я так понимаю, с этими же характеристиками, и с ней ничего абсолютно не случится. Поэтому найдем части, части, а где у нас там оружие? Или не части, что тут нужно? Сломанный пистолет, сломанный пистолет, сломанную винтовку, остальное все у нас есть, скрафтим, патроны у нас есть. Патронов у нас куча целая, 12 штук. Хватит всех бандитов перестрелять. А пока у нас Григорий остается один выживать. Так, прихлаждения вроде как у него не будет. Так, ренегаты поблизости, все равно костер я не зажгу. В тайгу, наверное, бессмысленно отправлять его лутать, да и вообще нам нужно тут эти конструкции наши поразобрать. Как раз у него даже очков действия на это не хватит, чтобы это все сделать. Ну да, костер мы не зажжем. Влияние погоды минус 5%, количество человек плюс 5%, и потому 0. А если мы зажжем даже на 5% костер, сразу плюс 20 будет. Итого будет плюс 20. К шансу обнаружения лагеря мы не будем этим заниматься. Так, давай подумаем. Мой друг, нам теперь в одиночку надо выживать. Нужно очень, очень внимательно и аккуратно подходить к процессу этого выживания. Почему? Как минимум потому, что, да, понятное дело, он будет сейчас мало еды расходовать на себя, ему суп будет хватать на 3 дня, ему будет воды много не нужно и так далее. Но ему будет сложно что-то скрафтить, построить, я имею ввиду. Скрафтить нет, скрафтить проблем нет, это к тому же он крафтильщик у нас. У него проблема будет со стройками, потому что здесь 3 балла для одного человека нужно. То есть, это в самом лучшем случае, когда у него 3 балла будет, как вот сейчас, например, все характеристики удовлетворены. Нормально. 64 боевой дух. То он будет за один день просто крафтить какой-то верстак какой-то новый, да, и все как бы. Так, давай мы разгребем уже эти завалы. Кстати, возможно, очки действия не отнимутся, потому что лопату используем. К сожалению, не отнялось. Так, ну и давай карантин очистим. Давай, пожалуйста, не отними очку действия, я тогда костер смогу еще очистить. А! Что ж, мой друг, доигрались. Выживаем в одиночку. Доигрались, мой друг, доигрались. Что такое еще? Столик, мы тебя накрыли. Может ли Сибирь удивить в нас чем-нибудь еще? Да, может. Стол, за которым вы работаете, был плохо закреплен, и когда ночные заморозки сковали почву, вся мастерская начала опасно соскальзывать в соседнее ущелье. Так, как ущелье... Мы рядом с ущельем, где-то живем. А вы спешите, чтобы спасти его. Ну и тяжесть. Вы страшно устали, стабилизируя конструкцию. Пока не вижу негативных эффектов у него. Да не, нормально все. Мария у нас по-прежнему там. Да, она вывалилась из матрицы у нас. Что ж, мой друг, давай на этом завершим. Ставь лайк, если понравилась эта серия. Тебе нравится, что мы дальше будем выживать одним Григорием в одиночку. Но мы попробуем, это тоже интересный экспириенс такой в одиночку. Да, это действительно будет сложно. Хорошо, что мы достаточно много накрафтили всякой фигни, но мы еще очень много чего не накрафтили, я имею ввиду всяких верстаков и так далее. Мастерская вроде в порядке. Нет, все нормально, не устал, что вы, какую-то это, фигню мне несете. Подписывайся, чтобы не пропустить следующую серию выживания в одиночку и подписывайся, если тебе все, мой друг, неинтересно. Ты больно поступать, так считаешь, нужно. И до встречи в следующей серии. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok